Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы находимся в римских катакомбах, где похоронены первые епископы Рима и где настенные росписи воскрешают атмосферу раннехристианской церкви, существовавшей в стесненных условиях и подвергавшейся гонениям со стороны язычников. Катакомбы – это обширные подземелья, вырытые на глубине от 8 до 25 метров. Общая протяженность подземных коридоров, входящих в римские катакомбы, составляет несколько сотен километров, а захоронений здесь насчитывается более 600 тысяч. Катакомбные церкви Они служили для христиан местом, где они могли бы скрываться от гонений. Как правило, места расположения катакомб были слишком хорошо известны. Не были они и местами регулярных молитвенных собраний или торжественных праздничных служб. В основном эти церкви использовались для поминовения усопших, в частности тех мучеников, тела которых были в них захоронены. Посещение катакомб было традицией для многих благочестивых христиан. Когда я, будучи еще мальчиком, учился в Риме, то считал долгом вместе с другими сверстниками по воскресным дням посещать места погребения апостолов и мучеников и ходить в катакомбы, вырытые в земле на значительной глубине. Войдя сюда, видишь стены, по обеим сторонам заполненные трупами мертвецов. Место столь темное, что представляется, будто сбылись слова пророка «Да снидут в ад живы!» Там и сям проникает сюда сверху свет, едва достаточный для того, чтобы облегчить на одно мгновение ужас, внушаемый темнотой. Двигаясь дальше и снова погружаясь в тьму ночи, невольно вспоминаешь слова поэта Вергилия «Ужас овладевает душою, страшит сама тишина, блаженный Иероним». Катакомбы строились во многих городах Римской империи, как на Западе, так и на Востоке. Церкви в них высекали прямоугольные формы и украшали их первоначально символическими изображениями, орнаментами, сюжетами из античной мифологии. Затем появились изображения Христа, Богоматери, святых, римских пап и событий священной истории. Если рассматривать катакомбы как единый ансамбль, а в их настенных росписях видеть единую программу, то центральной фигурой этой программы оказывается Христос. Наиболее древние изображения Божией Матери находятся в катакомбах Прискиллы. Здесь она представлена сидящей, с покрытой головой, в одежде римских женщин, на ее руках младенец. Живопись катакомб является мир раннехристианской Церкви во всем его многообразии. Это Церковь, чья иконографическая традиция находится в стадии становления. Это Церковь, ведущая активный диалог с языческим миром и активную миссию среди язычников. Это Церковь Ганимая, чьи богатейшие внутренние ресурсы лишь частично отражены в ее изобразительном искусстве. Это Церковь, живущая напряженным ожиданием грядущего Царства Божия. Церковь, в которой стерты границы между миром живых и миром усопших, между настоящим, прошлым и будущим. Помимо катакомб, местами евхаристических собраний в тот период могли служить дома богатых римлян. В особенности специальные помещения в этих домах, предназначенные для собраний и деловых встреч, которые назывались базиликами. В течение первых трех веков своего существования христианская Церковь жила в состоянии конфликта с окружающим миром. Вызов, который она бросила иудейской традиции, стал причиной острого противостояния между христианством и иудейством. Это противостояние началось еще при жизни Иисуса Христа. Его главными оппонентами были духовные лидеры еврейского народа – первосвященники, фарисеи и саддукеи. Они не могли ему простить пренебрежительные с их точки зрения отношения к традиции. Именно они добились его осуждения на смерть римским прокуратором Понтием Пилатом. И после воскресения Христа начали систематическую политику гонений против его учеников. Книга «Деяния апостольских» упоминает о великом гонении на Церковь в Иерусалиме, вынудившем христиан рассеяться по разным местам Иудеи и Самарии. Жертвой этого гонения стал Стефан, один из тех семи человек, которых апостольская община избрала, чтобы пищись о столах. Будучи арестован, Стефан предстал перед первосвященниками и в длинной обличительной речи, которая стала первым письменным памятником антииудейской полемики, изложил всю историю израильского народа, заключив свою речь такими словами. «Жестоковы иные, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон прислужений ангелов и не сохранили». В ответ Иудеи вывели Стефана за город и там побили камнями. Другим мучеником, пострадавшим от Иудеев, стал брат Иоанна Богослова, Иаков Зеведеев. Царь Ирод убил его мечом. От Иудеев пострадали и некоторые другие апостолы, в том числе Иаков, брат Господень, который по преданию был первым епископом Иерусалимским. Его иудеи сбросили с крыши храма. Гонением на христиан со стороны иудеев положил конец захват и разгром Иерусалима армиями римского полководца Тита, когда город был разрушен до основания и когда сбылись слова Христа о том, что не останется здесь камня на камне. Гонения на христиан со стороны язычников начались в 64 году, когда значительная часть Рима была уничтожена пожаром, и император Нерон, чтобы отвести от себя подозрения, обвинил в поджоге христиан и евреев. Сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям и великое множество прочих, изоблеченных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками. Их распинали на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освящения. Тацит. Слова римского историка являются важнейшим для христианской церкви свидетельством о ранних годах ее существования и о начале эпохи гонения. Их ценность обусловлена тем, что они принадлежат человеку чуждому церкви и настроенному враждебно по отношению к ней. Другими важными свидетельствами той же эпохи являются мученические акты, протоколы допросов, предаваемых на смерть христиан, составленные по приказу их мучителей. Свидетельством особого рода являются послания Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. В 106 году Троян повелел приносить повсюду жертвоприношения языческим богам по случаю своей победы над скифами. Однако Игнатий воспротивился этому, за что был приговорен к смертной казни. Его заковали в кандалы и отправили в Рим, где его должны были растерзать львы на глазах у публики. Путь епископа пролегал через различные города, христианам которых он направлял свои послания. Эти послания являются свидетельством потрясающего духовного героизма и непоколебимости христианского епископа перед лицом приближающейся смерти. Я пишу церквам и всем говорю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божья, пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Лучше приласкайте этих зверей, чтобы они сделались гробом моим и ничего не оставили от моего тела. О, если бы не лишиться мне приготовленных для меня зверей! Молюсь, чтобы они с жадностью бросились на меня. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола пусть придут на меня, только бы достигнуть мне Христа. Его ищу за нас умершего, Его желаю за нас воскресшего. Пустите меня к чистому свету, дайте мне быть подражателем страданий Бога моего. Игнатий Богоносец. Гонения носили волнообразный характер. Они то возникали, то стихали, то снова возобновлялись. Троян запретил существование тайных обществ, имевших свои собственные законы, отличные от общегосударственных. В числе таковых оказались христиане. При нем христиан специально не разыскивали, но если судебная власть обвиняла человека в принадлежности к христианской церкви, его приговаривали к смерти. При Марке Аврелии, одном из самых просвещенных римских императоров, была введена система пыток и истязаний, чтобы принудить христиан к отречению от веры. Их изгоняли из домов, бичевали, побивали камнями, привязывали к конским хвостам и волочили по земле, бросали в тюрьмы, оставляли их тела без погребения. Деций решил уничтожить христианство, однако его правление было слишком кратким для осуществления этой цели. Диоклетиан издал несколько эдиктов, в которых предписывалось в частности уничтожать христианские храмы, лишать христиан имущества и гражданских прав, подвергать пыткам во время суда, заключать в тюрьму всех священнослужителей, требовать от христиан принесения жертвы языческим богам. Памятники раннехристианской литературы сохранили многочисленные свидетельства героизма мучеников. В то же время бывали случаи отречения от Христа и страха перед мучениями. В гонении Деция они приняли массовый характер, о чем пишет Дионисий Александрийский. Все были поражены страхом. И тотчас же многие из знатнейших людей от страха сами спешили исполнить повеление императора. Других, занимавших общественные должности, вынуждались делать это самые их занятия, иных увлекли близкие к ним лица. Вызываемые по именам, они приступали к нечистым и скверным жертвоприношениям, бледные и трепещущие, как будто им предстояло не жертву принести, но самим сделаться жертвами, заколаемыми в честь идолов. Гонения на христиан со стороны язычников имели разные причины. Прежде всего, между христианами и язычниками существовала стена взаимного недоверия и неприятия. Христиан воспринимали как вредную для общества тайную секту, основанную на суевериях. Закрытый характер христианских евхаристических собраний способствовал распространению мифов о том, что на этих собраниях христиане занимаются всякими мерзостями, вплоть до каннибализма. Отказ христиан приносить жертвы языческим богам воспринимался как безбожие атеизм, а отказ от поклонения императору как прямой вызов религиозно-общественному устройству империи. Первые три века от Рождества Христова остались в памяти церкви не только как эпоха гонений. Это было время возникновения и развития христианской литературы, становления богословия. И, кроме того, этот период ознаменовался возникновением первых ересей. Наиболее древние и авторитетные памятники – те, что вошли в состав Нового Завета. Все они были написаны на греческом языке не позднее конца I века. Наряду с каноническими текстами широким распространением пользовались сочинения, получившие названия апокрифов. К их числу относятся, например, Евангелие Фомы, Филиппа, Петра, Никодима и Акова. Это памятники очень разные как по происхождению, так и по содержанию. Их судьба в христианской церкви также была разной. Те, что имели еретическое происхождение, были осуждены церкви и изъяты из употребления. В то же время те апокрифы, чье содержание не противоречило церковному учению, хотя и не вошли в новозаветный канон, сохранились в церковном предании в опосредованной форме. Многие их идеи вошли в литургические тексты. Следующим пластом раннехристианской литературы стали сочинения мужей апостольских, живших во II веке. Некоторые из них, как, например, Папий и Иеропольский, еще застали в живых кого-либо из апостолов Христа. Другие, как Игнатий Богоносец, стали преемниками поставленных апостолами епископов. Во II веке церковь столкнулась сразу с несколькими ересями, которые современные ученые объединяют в понятие гностицизма. Гностические системы значительно отличались одна от другой. Однако общим для них было сочетание отдельных элементов христианства с элементами восточных религий, оккультизма, магии и астрологии. Для большинства из них было характерно представление о двух равновеликих силах, которые движут мирозданием – силе добра и силе зла. Доброго Бога, явленного во Христе и владеющего духовным миром, и владеющего Святого Завета, чья власть простирается на материальный мир. У них отсутствовало при этом представление о человеке, как о существе, наделенном свободной волей. Человек рассматривался скорее как игрушка в руках добрых или злых сил. Личность Христа ни в одной гностической системе не занимала центральное место. Его духовно-нравственные учения вплетались в фантасмагорические построения гностиков. Поэтому гностики недовольствовались теми евангелиями, которые употреблялись в церкви, но создавали свои собственные, альтернативные. Одним из таковых было «Евангелие от Иуды», сохранившееся в переводе на коптский язык. В этом произведении Иуда предстает как особо приближенный ученик Иисуса, которому Иисус открывает тайны Царства, предательство Он совершает как бы по прямому повелению Иисуса. Учителя Церкви противопоставили лжеименному гнозису в стройную систему христианского богословия, основанную на книгах Нового Завета и Священном Предании. Одним из главных борцов против гностицизма был епископ Леона, мученик Ириней, автор пятитомного собрания книг против ересей. Верность церковному преданию выдвигается Иринеем в качестве основного критерия истинности учения. Не должно искать у других истины, которую легко получить от церкви, ибо апостолы, как богач в сокровищницу, вполне положили в нее все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питье жизни. Она именно есть дверь жизни, а все прочие учители – суть воры и разбойники. Что же, если бы возник спор о каком-нибудь важном вопросе, то не надлежало ли бы обратиться к древнейшим церквам, в которых обращались апостолы, и от них получить, что есть достоверного и ясного относительно настоящего вопроса? Что, если бы апостолы не оставили нам Писание? Не должно ли было следовать порядку предания, преданного тем, кому они вверили церкви? Ириней Леонский Эпоха гонений породила целое собрание христианской апологетической литературы. Римский писатель, живший на рубеже II и III веков, Тертулиан, в своей апологии особое внимание уделяет защите христиан от обвинений в непочитании императора. Он настаивает на том, что христиане всегда были и остаются лояльны по отношению к римской императорской власти. Император больше наш, чем ваш, так как он поставлен нашим Богом. Вот почему я о благоденствии императора забочусь более, чем кто-либо другой. Не тем только, что прошу его у того, который может даровать, и не тем только, что прошу я, такой, который заслуживает исполнения просьбы, но и тем, что, поставляя величие царя ниже величия Бога, я вверяю его Богу, которому одному только и подчиняю его. Тертулиан. Наиболее значительным церковным писателем на христианском востоке III века был Ориген. На протяжении многих лет он возглавлял огласительные училища сначала в Александрии, затем в Кесарии, снискав славу выдающегося педагога-катехизатора. В его школе изучались все известные системы греческих философов, античная литература. При этом чтение философов воспринималось лишь как подготовка к основному курсу, состоявшему в чтении и истолковании книг священного писания. Ориген прекрасно понимал, что его задача не преподать учащимся некую сумму знаний, но научить их самостоятельно отвечать на те вопросы, которые возникают в процессе изучения той или иной науки. Подобно другому великому педагогу, Сократу, он не давал готовых ответов, но убеждал каждого ученика доказательствами из его же собственных уст. Ориген — автор множества богословских, апологетических и аскетических сочинений, толкований на книге священного писания. Современные ученые называют его основателем христианского богословия, но в некоторых своих книгах он допустил ошибочные мнения, которые впоследствии, в VI веке, были осуждены как ересь. В частности, большие споры вызвало его учение о том, что в конце истории Бог спасет всех, и не только людей, но и дьявола, и демона. Эпоха мученичества закончилась в Римской империи в 313 году. За пределами же ее, в Персии, например, жестокие гонения на христиан продолжались и в IV, и в V веках. Эпоха мученичества оставила глубокий след в истории церкви. Почитание мучеников, возникшее в эту эпоху, сохраняется до наших дней. В Православии божественная литургия совершается на престоле, в который вложена частица мощей мученика или святого, или на антиминсе, в специальном платье, в который зашита такая частица. И сохраняется духовная связь современных христиан с христианами первых веков. «Кровь мучеников есть семя христианства», – писал Тертулиан. Эта крылатая фраза свидетельствует о том, что гонения не ослабляют, но наоборот укрепляют церковь, способствуя сплочению и духовному единству верующих. Истинность этих слов подтверждалась всякий раз, когда гонения на церковь возобновлялись, вплоть до XX века, ставшего новой эпохой мученичества и духовного героизма в истории Православной Церкви. Но об этом мы расскажем позднее. В следующем же нашем фильме речь пойдет о IV веке, когда христианская церковь вышла из катакомб, и перед ней открылись невиданные до толи возможности. ВОЗМОЖНОСТИ 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 Продолжение следует...